Ах, черт, мы снова идем. Честно, просто впадло этим заниматься. Пусть продаются так, как продаются. А мы с вами берем наши заказы. Так, тут августейшие корги сожрали видеокарту. И у нас бюджета не хватает совсем чуть-чуть. Вот буквально совсем крапулечка, чтобы поставить вот этот аорус, который у нее стоял. Поставив что-то хуже, напишет ко-ко-ко. Нельзя. Это обидно. Это прям грусть, печаль, беда. Ну ладно, будем ждать. Может на ПКБ и будет что-то? Какой корпус прикольный, интересно. Давай за 15 долларов можно купить, я считаю. Ну и все, больше ничего купить нельзя, интересного. Клод шоу, собакопростенькийавтодилер.io. Надо починить. Друг сказал, что вы компы настраиваете. Ну не мог же он сломаться. Пролил на ПК варенье. Ничего, дело житейское. Может процессор умер? Чем быстрее, тем лучше. Вы же вроде бы у запчасти, вы же вроде можете бы у запчасти поставить. Вот и не вздумайте. Клод шоу, простенький автодилер. Замените раму видеокарту. Так, HyperX у тебя на 16 гигабайт 3 733. Тысяча долларов. 580 на 4 гига. Ну это прям вообще легко. Так, давай мы тебе поставим просто 1080. Ты там не хотел ничего, никакой конкретной марки. Поэтому будет у тебя MSI и не обессудь. И у нас еще остаются деньги. Ну давай тоже HyperX. Но я тебе поставлю 2 по 8. Чтоб в двухканальном режиме все красиво работало. Вот, 4000 мегагерц. Раз, два. Красота. Это принять. Тут автодилеры, шиномонтажи. Как раз тема про электромобили. Все, все отлично. Новый ПК. Здравствуйте. Сможете собрать компьютер, если не заняты. Самое важное. Flight Simulator играть будет. Справитесь до 4-6-18 числа. То есть через 10 дней. Надо мне БУ подсовывать. Хочу все идеально. Новое мне, брат сказал, надо обязательно брать AMD. Peter. 3250. Flight Simulator. Это прям... Ну это жидкостная система. Это просто жидкостная система. Так. По убыванию. Давай... Давай, давай. ЕКВБшки поставим. ЕКВБ раз. Бачок. ЕКВБ два. Ватерблок. ЕКВБ три. Видеокарта с водянкой. 1080. В виде ЕКВБ. Можно взять, конечно, Вегу 64. Ты хотел AMD? Да. Ну давай Вегу. Так. Итого у нас 1620. 1620 у нас еще есть. У нас еще есть. Так, процессоры. Раз. Система охлаждения нам не надо. Материнская плота. Максимус Коуд открылся. Ни хрена себе. Это Кофе Лейк. Все, понял. А когда откроется LJ266? Кстати. И Тредриперы. Что-то я их не вижу. А мне грустно от этого. Colorful зато открылся у нас. Угу. Угу. Ну что-то тут уже такое. Ладно. Не будем это самое выеживаться. Так. Планки памяти. Сколько там надо было для твоего Flight Simulator? Лейк. 16 хватит. Так. Давай. 8. 8. 8. 8. Поставим тебе вот такие две опасные. А Data Spectrex или... Ой. Патриот Viper хочу. Пойдет. Хранение данных. Где моя читерская система? Гигабайт. Так. Гигабайт. Ну тут еще не 1600. И корпус обязательно корпус. Что-то есть у нас новое. Корбид. Corsair Corbid Series Air 740. Ничего себе. Rage Integg Payan. Sekira. Lian Li. Эээ. Опять я не знаю, что ставить. Блин. Давайте возьмем Lian Li динамик и будем счастливы просто. Будем счастливы. Так, 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 так. Блок питания. Конечно. Без блока питания вообще не дело. Куда мы лезем без блока питания? Silverstone. Сейчас, секунду. Я сравню этот самый. Влезет сюда все, да? Где он? Да, ATX. Все, отлично. Отлично. S Marsden. Собака-пугливый соловей. Госпиталь.net. Сможете собрать ПК. Добрый день. Вы не могли бы собрать мне компьютер. Сможете запустить Counter-Strike Source? Справитесь до 29. 5. 18. Числа. Через 4 дня. Я фанат все гейты. Не надо мне бубу подсовывать. Хочу все идеально новое. Минимальный Counter-Strike. Ты че, издеваешься? Ой, блять, фанат все гейт. Братан, ты на нем не за что Source запустишь. Ты на нем 2 500 долларов. Ты че, издеваешься? Ты на нем Shuttle запустишь. 420. Раз. Ну давайте возьмем Colorful. Это хоть раз. 420, 260. Две планки по 8. Сейчас придумаем тебе что-то. Да вот, две Fury просто. Вот так. Опа, видеокарта. Видеокарта. Я думаю, 1080. Тут вообще с лихвой хранение данных. Ну тут Sea Gate, конечно. Как бы без вариантов. И гигабайт, пожалуй. Так, корпус. Что по корпусам? Что по корпусам у нас есть? Что мы не трогали, не пробовали. Вот эти не хочу. Я так устал с них. Не сказать бы по-другому. С этих Silverstone. В этом самом, в этом самом. В Esports Expansion. Просто они так бесили. Кто смотрел, тот поймет. Так, FISP-шка. Давайте FISP-шку возьмем. CMT-340. Нормально. Блоки питания. Давайте тоже FISP-шку тебе возьмем. 750 ватт. Красота. Вот даже на 850 ватт. И система охлаждения. Да тут типа можно не заморачиваться. Тут типа можно не заморачиваться. Взять какую-то... Какую-то такую... Какую-то такую, не знаю какую. Antec. Neptune. Можно взять. Принять. DJ Groove. Собака Groove. Data.info. Сможете починить. Как дела? Сможете пошаманить. Там без пол-литра не разберешься. Покумякайте, пожалуйста. Вентилятор не работает. ХДД не жужжит. Фигня какая-то. Все накрылось. И причина тому блок питания. Возможно, его стоит почистить. А можно плетено светло-серый кабель. То да, у меня ребенок куда-то залез. Теперь реклама вылезает. Надеюсь, вы поможете DJ Groove. Groove Data. Блок питания тебе заменить. У тебя 550 ватт ФСП. Надеюсь. А, тебе как бы... Погоди, тебе же все равно БУ-Не БУ. Да, у меня нет блок питания. Не БУ. Вернее, БУ. Так, ну давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Что мы тебе... У тебя было 550. Мы тебе поставим 650. Вот так. Опа. Красиво. Так. Доставка на следующий день. Раз. Доставка на следующий день. Два. Красота. Хе-хе-хе-хе. Свет выключаем. День заканчиваем. Так. Отлично. Просто великолепно. Приступить к работе. Так. Ёбана. Это че такое? Я этот не заказывал. Это... Я купил? Ну ладно, давай. Это я купил на распродаже? Лиан Ли. Да. Было такое. Был такой Лиан Ли. Был такой Фиэспи. Тоже помню. Да. Было такое. Так. И вот это тоже тут было. Тут... Давайте сразу диагностику и ремонт сделаем. Да, мои господа. Сегодня мы с вами обсуждаем, опять же, не совсем компьютерную тему, но... Но. Но тему техники. Мы сегодня с вами обсуждаем электромобили. И я на самом деле... Я не знаю, как вы к ним относитесь. Не кидайте в меня камнями сразу. Выслушайте. А потом можете уже и кинуть камень, если вдруг не согласитесь. Но я считаю электромобили пока что. Пока что. На современном этапе диким злом, который лоббирует заинтересованные лица. Объясню, объясню. У меня не голословные просто так там какие-то словечки. Нет, нет, нет. Все, все очень, очень даже да. Так, секунду. Это нахер отсюда. Это сюда вот так. Опа. Заткнули. Есть одна проблема, про которую очень многие не рассказывают. Прям очень многие диджей-игров тоже вот нам об этом не рассказывают. Диджей-игров, что сплетеный светло-серый кабель и реклама вылезает. Плетеный светло-серый. Вот. Диджей-игров тоже не в курсе, видимо. Но. У нас есть ленточный. А где плетеные светло-серые? Вот. Красиво. Об этом, кстати, мало кто говорит. Но электромобили на самом-то деле оставляют очень дикий углеродный след. Прям невероятно дикий. Всему виной, конечно же, аккумулятор. Конечно же. Потому что при разработке, при использовании тоже выделяется углекислый газ. Да и к тому же, очень главный вопрос, на который многие почему-то не пытаются задуматься и дать правильный ответ. Ну вот, допустим, допустим, приобрели вы себе электромобиль. Откуда берется электроэнергия в вашей розетке, с которой вы заряжаете свой электромобиль? Да, кто-то, кто, возможно, живет во Франции, в которой 80% энергетики атомной скажут, ну, у нас атомная энергия, у нас все отлично. У кого-то там, может быть, солнечные панели на крыше частного дома. Ну, а по большей мере, особенно в СНГ у нас, это все сгораемое топливо, это какой-то мазут, это какой-то кокс, это какая-то дрянь, которая горит. Диагностика ремонта, в смысле? А чего у тебя не работает, дружище? А чего у него не работает? Не, погоди секунду, а чего у него не работает? Не, погоди, а чего у тебя не работает? Слышь, чего у тебя не работает? А, погоди, у тебя, может, один из этих самых не работает? Так ты скажи, ебать, я тебе че, нахуй, Ванга? У тебя хард полетел? Да и... Так, секунду. Не... А чего у тебя не... Тварь! Че у тебя сломано? Тяжком запустился. Вопросики. Короче, пока мы разбираем и мучаем диджей Грова. С этого дня он диджей, а не просто джей. Продолжаем. В общем, электроэнергия в розетке берется. Собственно, от всяких ТЭЦ, от всяких... Ну ладно, если ГЭС, еще более не менее, там, да, вода. Если это ветряки, ну, блин, камон, когда вы в последний раз видели ветряки? Ну, то есть, это не такое уж частое явление. Да, я знаю, что они есть. То есть, опять же, я не дебил, который говорит, что... Не, я никогда не видел, этого не существует. Нет, все есть, все есть. Все красиво, все замечательно. Вопрос в том, их мало, крайне мало. Они не смогут обеспечить вашу великолепную Теслу или Ниссан Лиф, или что бы там ни было, электроэнергии. Ебти же, блядь, что с твоей жизнью не так? У тебя же все красиво. Давай поменяй их местами. Может, они прокляты были. Так. Так, давай еще раз пробовать. Заглушечка. А тут что-то есть у тебя? Погоди. Нет, ты посмотри, что-то у тебя не работает. Что, сетка не работает? Сука. Закрой. Ой, господи. Блокиратор не закрыт. Ну все. Пиздец. Блокиратор не закрыт, все. Комп не соберем. Тема остается такой, что электроэнергия в розетках берется от сгораемого электричества. И если вы не, скажем, если вы не загрязняете воздух конкретно своим двигателем внутреннего сгорания, то уж наверняка вы... Уж наверняка вы какие-то диджей-гроуф, блядь, что ты хочешь от меня? Чё, издеваешься? Уж наверняка все будет идти с розетки, и вы не будете загрязнять. Я от пыли не досчистил до конца, пиздец. Сбил меня с мысли в три раза уже диджей-гроуф. Короче. Ваша машина с двигателем внутреннего сгорания загрязняет воздух прямо сейчас под вами, а электромобиль загрязняет воздух где-то там, на отшибе города, где стоит ваш ТЭЦ. Но чести этого... Чести никому это не делаю. Это пылевайс. Так, секунду. Это вот сюда. Опа. Наклей стикер. Мы тут в канбан играем. Кто понял, что это тот большой молодец. А кто не понял, то почитайте, возможно, вам будет интересно. Это во-первых. Во-вторых, тут нашел великолепную статью от Volvo. А Volvo я имею такую традицию доверять им. Потому что Volvo фирма не хуйня из-под коня. Ты что хотел, АМД? И как бы звучат они довольно правдеподобно. Плюс ко всему тоже исследования не голословные. Они не были сделаны для того, чтобы очернить кого-то, кто делает электромобили. Потому что Volvo с недавнего времени тоже делает электромобили. Собственно, у них есть бренд, суббренд. Называется Polestar. Polestar это такой лакшери Volvo на электротяге. И они в разработки, естественно, тоже вкладывают в курсе всего, что происходит. И в общем, их исследования показали, что бензиновая машина современно экологичнее электрокара. То есть, при сравнении жизненного цикла. При сравнении жизненного цикла с пробегом в 100 тысяч километров. Так, сколько тут всего было? При производстве бензиновой машины, вот пишут они, в атмосферу попадает 14 тонн СО2. При производстве электрокара 24 тонны СО2. Опять же, все это из-за батарей. И сравнивали они, естественно, свои автомобили. Это Volvo XC40 и Polestar 2. Которые максимально похожи по своей конструктивной части. Так, что я тебе сюда хотел поставить, дружище-то? А Патриот Вайпер я тебе хотел поставить. Опа, раз, смотри, какая красота. Опа, два, Патриот Вайпер вообще демонский. Потом, добавляем сюда пробег 200 тысяч километров. Обычная машина добавит еще 41 тонну выбросов, а электрокар 23 тонны. Если использовать текущую инфраструктуру со смешанными источниками электричества. И выйдет у нас 41 плюс 14, это 55, если математику не изменяет. И 24 плюс 23, это 47. Ну, то есть, понимаете, да, электрокар выходит в точку ноль по выбросам с бензиновой или дизельной машиной практически через 200 тысяч километров. Звучит все весьма-весьма не так, как заявляют в рекламных буклетах Теслы. Совсем уж не так. Я понимаю, я понимаю, что продавать Илону Маску своей тачке надо, потому что тачки, ну, относительно сомнительные, сомнительные. Да, сейчас, вот сейчас я жду порцию камней, свой адрес. Но, поймите меня правильно, сомнительные они не с технической точки зрения. С технической точки зрения они, слава богу, уже их доработали. И это даже похоже на машину, а не на старую, Воль, очень не сказал, старую Мазду Тройку, как первые их экземпляры. Но, окей, да, разгоняются они быстро. Вы будете по городу гонять, серьезно? Ну, то есть, нахуй вам условный разгон в 2 секунды до сотни. Я понимаю, если вдруг вы стритрейсер, по какой-то причине, то тогда, да, вероятнее всего, вам это надо. Смотрите, как я классно сделал тут эту штуку. Прям вообще гений. Не подключил видеокарту. Зачем? На хрена просто. Для города эта скорость избыточна. Да, там, она быстрая. Да, она прикольная. Да, у нее очень странная, весьма странная конструктивная особенность крыши, что, когда ты поднимаешь, я сейчас про Model S говорю, когда ты открываешь багажник и идет дождь, то весь дождь капает тебе именно в багажник. Ну, как бы, блядь. Опять же, кто тестирует? Кто тестирует формы? На хрена? На хрена, если это Тесла? Если можно сказать, система пуста? Можно сказать, система пуста и все, и тебе заплатят деньги. Я к чему это все веду? К тому лишь, что... К тому лишь, что на данном этапе электромобили это не что иное, как очень классное лоббирование определенных интересов. Не будем показывать пальцами, конечно же, на самого уже богатого человека на планете, который... которому, в принципе, достаточно в Твиттер что-то написать, чтобы все заработало. Вот. Но окей, окей. Опять же, он вызывает большое уважение у меня как предприниматель, но, блядь, ну как человек такой себе. Можно сколько угодно говорить, что ты делаешь мир лучше, что ты такой охуенный, что ты такой охуевший. Но вот разница между ними и Джеффом Безосом, знаете в чем? Джефф Безос не говорит, что он охуенный. И Джефф Безос не кидается громкими заявлениями. Ладно, не кидался, давайте, сейчас уже кидается. Но до определенного момента, пока он не захотел полезть тоже в гонку богатых ребят в космос, все знали просто, Джефф Безос такой себе мудак. У него отвратительные условия, там, у работников Амазона. Он там задерживает зарплаты и так далее. Но он и не позиционировал себя как святой. Вот вся разница. Вот вся разница, дамы и господа. Можно мне сюда поставить... А в смысле что, назад не ставится? У нас система проклята, да? Я понял, все. Я понял. Нет вопросов, как говорится. Так. Планки памяти. Что я сюда взял? HyperX я сюда взял. Раз. Два. Что у нас 1470 еще осталось? Нам хватит, потому что мы взяли сюда 1080. А какую 1080? Asus я тебя взял. А почему у меня 280 осталось? А, я тебя заменить хотел, да? Все, сюда MSI пойдет. Я вспомнил. Сюда Asus. Короче. Не люблю я пиздоболов. Пришли мы к выводу. К знаменателю. Не люблю я пиздоболов, которые говорят одно, а по факту другое. Ну, то есть, come on. Классно сейчас выстроить себе бы имидж, да? А потом на этом максимально пытаться... Я что, сюда блок питания не купил? Вернее, сюда я его купил, а сюда не купил. А, не, все правильно. Вот. Выстроить имидж это одно, удержать его это другое. Я очень сомневаюсь, что с таким подходом... Ну, типа, понимаете, все рано или поздно становится на свои места. Я сомневаюсь, что с таким подходом, который сейчас демонстрирует товарищ Маск... Типа, блин, хомяки-то будут всегда, но думающий люд рано или поздно скажет, come on, ты нас наебываешь. Ты говорил одно, по факту занимаешься другим. И опять же, у меня один вопрос к нему. SpaceX это так пиздато и классно. Это прям супер. Было бы вообще замечательно, если бы это просто была разработка для полетов в космос, связанных с изучением космоса, да? Но когда мы начинаем думать про его амбициозные мысли про Марс, мне хочется задать один вопрос. Сука, а ты решил все вопросы на Земле? Ну, типа, come on. Не осталось проблем у нас на Земле? Нам нужно поехать на новую планету и ее загадить. Это недостаточно убито. Короче. Что-то я от электромобилей отвлекся. Короче, электромобили в современном виде пока у нас нет. Возобновляемой электроэнергии в виде ветряков. Всяких солнечных батарей в большом количестве. В виде, не знаю, гэс в большом количестве, которые от воды работают. Зло. Зло. Потому что помимо того, что она выходит в точку ноль по углеродному следу только через условные 200 тысяч километров. А 200 тысяч километров еще наездить надо. Некоторые, ну сколько это? Ну лет 5-6, наверное, такого нормального активного использования машины. Так помимо этого, помимо этого батареи, батареи, они не утилизируются. Сколько процентов батарей, как вы думаете, леионных вот этих, которые ставятся в эти электромобили, утилизируются? Ну кто-то скажет 50. Это была бы очень хорошая цифра, я вам скажу. Ну кто-то скажет, ну может быть хотя бы 20. 5 в лучшем случае. 5 процентов. А теперь думайте, куда же наш люд, который так любит планету и стремится сделать ее лучше, сливает использованные батареи. Дам подсказку. Начинается на моря, заканчивается на океаны. Классно, мы любим природу. Прям великолепно, блядь. Прям лучшие. И опять же, Тесла и Илон Маск не такие уж и бедные ребята. Вот не поверю я, что нет у них денег или даже желания разработать другой тип батареи. Ладно, хуй с ним разработать, это сложно. Купите, купите, готовые. Есть галинитриумы батареи. Галинатриум. Как ГАН. Галинитриум. Есть графеновые батареи. Да, они меньше держат в объеме пока что. Но вложитесь в разработку. Сделайте их такими же емкими. И как бы их проще перерабатывать. Галинатриумы. Блядь. ГА, это точно галлия. А дальше там идет Н. Короче. То ли галинатриум, то ли галинитриумы. Я забыл название. Не химик я нифига. Рам больше не беспокоит, ты очень расторопный мастер. Конечно, расторопный. Ты знаешь, ты пришел в пятизвездочную мастерскую. Было бы желание, они бы это сделали. Так желания нет. И желание откладывать Сайбертрак на 2023 год уже. И критиковать конкурентов в лице Ривиан. Потому что, видите ли, Ривиан выпускается раньше. Ой-ой-ой, какие плохие конкуренты собьют нашу продажу. Мне нравится новый компьютер. Спасибо. Собрали очень хороший новый компьютер. Это напоминает такое истеричное дитя, у которого не получается, не знаю, в песочнице собрать какую-то фигуру, которую он хочет. Или, не знаю, из лего сделать то, что вот он хочет. А у его, у его друга или у его коллеги по детскому саду это получается. И он начинает, бля, почему он неправильно делает. А я, а я, головка от хуя. Я так и не понимаю, в чем была проблема, но они все починили, мы машину прокачали. Там теперь плетеный серый кабель. Касательно определенного откровения. Судя по всему, Роб держал с вами связь до недавнего времени, так что я воспользуюсь его почтой. Нам доставили его компьютер, так что он, похоже, каким-то образом добрался до вашей мастерской. Сложно сказать, отправил ли его Роб или же кто-то другой. Мы полагаем, что своим переездом в дом на холме Роб пробудил что-то, для наименования чего в человеческом языке нет слов. Однако же не волнуйтесь, мы предпримем все необходимые меры по сдерживанию этой проклятой машины и поместим ее туда, где она никому не сможет навредить. Насчет Роба мы надеемся, что сможем его найти, если еще не слишком поздно. С уважением, некое третье лицо. Господи, что там происходит? Компьютер рекомплектующий новый Fractal Design Vector, Asus ROG RX 570 8G. Нахрена мне 570? Вот, TI Extreme Edition 11G у меня появилась. Она что, лучше, чем та? TI-ка. Да, она 910 баксов стоит. И Zotac открылся. Да, у нее частоты выше, чем вот эта. Класс. Так, Zotac TI AMP. ПКБ. Что там на ПКБ? Да какой антивирус, что там на ПКБ? Это как раз то, что мне нужно. Потому что срок доставки 9 дней. Объясню. Так, а какая разница между ними? А, это Extreme. А, это обычная. Мне нужна эта видеокарта, чтобы заменить ее вот в этом замечательном компьютере, в котором августейшие корги сожрали видеокарту. Поэтому это просто must-have. Остальное не must-have. Хотя, блин, за доллар. А, 90 его потом некуда поставить будет. Вот этот за 1 доллар можно будет кому-то пристроить. Так, отлично. Высокий бор, собака DJ Stevenson. Корпус LOI, помогите, все сломалось. При, ну не мог же он сломаться. Я вообще не понимаю, что не так. Помогите, огоньки на материнке горят при запуске, но ничего не происходит. Сделайте как можно. Раньше, пожалуйста, вы же вроде бу-запчасти можете поставить. Вот и не вздумайте. С наилучшими пожеланиями. Justin Stevenson, Jay Stevenson, корпус. И что, огоньки мигают? Ладно, разберемся. Сонный Г, собака, сонный Штайн, бегарт, музей.ко.к. Возлагаю на вас обязанности по сборке ПК. Ремонтом компьютеров занимаетесь, нужен новый ПК. Говорят, вы занимаетесь. Друзья только и говорят про Farming Simulator 17. Я тоже хочу поиграть, нужно успеть до 29.05.18. То есть завтра. У Intel бомбические комплектующие. Не, я понимаю, что было дешевле, но мне такого добра не надо. Спасибо, Грег. Фух, я как будто, блин, рэпчик зачитал. Как быстро все было. Блин, много хороших БУ деталей, но никто БУ не хочет. Как бы, я тоже понимаю их. Но мне тоже куда-то деталь давать нужно. Farming Simulator, давай. Рекомендуемые. Ну, там, тут прям вообще изянова. Смотри, дружище, ты хотел что? Intel. Intel ты хотел. Intel ты хотел, ты получаешь 9700 ки. Давайте какую-то материнку возьмем. Ой, Coffee Lake возьмем ему. Вот это Maximus Formula. А, 1080 Ti. Система охлаждения. Ну, допустим. Ну, вот просто, допустим, Райджин так лето. Планки памяти. 2 по 8 сейчас какие-то тебе запихнем. Какие-то HyperX и Predator. Где мой гигабайт на терабайт? Гигабайт на терабайт, блоки питания. Нет, нам такого добра не надо. Блоки питания мы возьмем тебе вот Silverstone на 800 ватт. У нас еще денег, денег хватает. Прям вообще, прям вообще хватает. Прям очень хватает. Давай вот такой у тебя возьмем. Слушай, мы такой еще не брали корпус никому. Белый. Красиво на все хватило. Прям вообще на все. Так, я принял, принял. Бывший Ванесса, собака Вилллойд, Astralambia.org. Сможете починить. Здоровенько было и неудобно просить, но мне нужно кое-что отремонтировать. Не знаю, что с ним не так. Можете посмотреть. Сила есть у Мани на дедлайн. 30-е, 05-е, 18-е число через 2 дня. Успеете? У вас же БУ не вставляют. Нет, в вентиляторе будто бы шерсть застряла. Диагностика и ремонт. Ну, мы посмотрим и закажем и для первого, и для второго. И для вот этого, и для вот этого. По ходу дела. По ходу пьесы. Так, так. Завершаем день. Аукцион закончен. Поздравляем с завершением вашего первого аукциона. Деньги уже перечислены на ваш счет. Продолжить. И что, и где? Аукцион закончен, 938. И что? Так заберите его нахрен отсюда. И тут закончен. А че они места занимают, слышь? Слышь, пока бэй. А, вот. Все, красиво. Так, тут что есть? Полумодульный Corsair за 50 долларов я купил. Да, SSD-шник на 512 гигов за 74 доллара. Почему бы и нет, наверное. Это тоже пригодится. Не знаю, корпусов и так много. Так. Давай. Давай, 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 давай. Ой, какой красивый будет. Это 710 элит или обычный? А, 710. Ай, ну, кстати, норм тоже. Так. Второй раз сюда. Давай, 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 давай. Давай, сюда. Поехали разбирать это все дело. Сейчас по-быстрому три компа обслужим. Сразу подставка для блока питания есть. Материнская плата Asus Rogue Maximus 10 Formula и есть. Какая красивая. Ля, какая. Просто. Сразу планочки памяти сюда. Быстренько, быстренько. HyperX Predator одна. HyperX Predator другая. Процессор 9700K. Красота. Видеокарточка. Обязательно. А, кстати, можно вот сюда видеокарточку. Правда? Можно сюда видеокарточку? Можно сюда видеокарточку. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Какая... В смысле? Так, я сейчас до ой-ёй-ёй-ёйкался, да? Докрути, пожалуйста, вот это. Видеокарточку срочно. 1080 тебя сюда хорошо на Eraser подключили. А мы так вообще, блин, не знаю. Мы так всю материнскую плату закроем. Не, такое говно, короче. Не знаю, мне не нравится, потому что закрыта вся материнская плата. Нахрена мы брали такую красивую мать, если мы её никому не показываем. Даже себе. Всё, я передумал. Аборт Мишин. Да ё-ё-моё. Видеокарта. Не это. Вот это. Во! Так лучше. По классике. Так, ранение данных. SSD-шечка сюда подъехала. Сонный Г. Ты хотел что-то там особенное сонный Г? Intel просто хотел. Давай белые тебе кабелёчки. Подгоним. Вот так. Раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать. Быстренько, быстренько. Чтоб в жизни так компы собирались. Дамы и господа. Блин, такая нормальная сборка, я хочу сказать. 9700K, 1080Ti. 16 гигабайт оперативы. SSD-шка на терабайт. Прям огонь. Прям очень даже. Так, давай разбираться с тобой. Астролябия. Астролябия, что у тебя сломалось? Ваши ставки, дамы и господа, что у него сломалось при бюджете в 300. Это может быть и видеокарта. Это может быть и блок питания. Это может быть и просто. Это может быть что угодно, кстати. Поэтому нам придётся всё разобрать. Смотреть на сломанные элементы. Погнали. В смысле? Короче, поговорила с вами сегодня насчёт электромобилей. Вы со мной можете быть не согласны. Это абсолютно нормально. Если у вас альтернативное мнение, то... Или если вы вдруг согласны со мной и, допустим, не знали каких-то фактов про тот же углеродный след электромобиля, напишите. Интересно узнать, что да как считаете вы. Так, всё, мы высунули. Мы не дочистили, знаете, что вот тут я заметил. Опа, 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 опа. Материнская плата вот сюда. Раз, NZXT. NZXT в NZXT ставим. Красиво. Вот NZXT мне нравятся материнские платы. Они такие блэкауты прям. То есть вот максимально простые. Когда хочешь тупо чёрный комп себе. Берёшь просто чёрный корпус, чёрную материнскую плату без подсветок. Раньше за подсветку нужно было доплачивать. Сейчас ты за материнку без подсветки должен доплачивать. Потому что материнки от NZXT не дешёвые, я хочу сказать вам. Блин, этот Silverstone просто гигантский. Он просто жуть-лють какая-то. Наверное, охлаждает хорошо. Ага, 3200. 16 гигабайт, 3200. Так, сразу. 3200. Да типа любую, 3200 можно взять. Не обязательно такую. Ну допустим. Что ещё? Что-то ещё? 980 Ti есть. Хранение данных. Да не, вроде всё остальное у него целое. Да, только оперативочка. Так, а тут? Интересно, угадал кто-то из вас, кто ставил ставки? Кто такой типа? Блин, это оперативка, 100%. Сэн, ты чё не шаришь? Я отсюда сходу вижу, что эта оперативка пахнет палёным текстолитом. Неужели ты не почувствовал? И чипы памяти прям, прям, вот эти, микрон прям, да, микроновские чипы памяти. Ну ты, конечно, да, Сэнт, не шаришь. 49 ролика до сих пор не отличаешь. Чё там где как? Так, блядь, эти корпуса ужасные. Пока, пока выкрутишь то, что тебе нужно, не знаю. Электромобили станут менее вредными. Так. Всё, тут пыли не было. Давайте проверим. Пройдёмся баллончиком. Ну такой цвет у корпуса непонятный. То ли он просто серый, то ли он просто пыльный. Это твоя материнка. Правда? Да, это его. Я запомнил, тут писалось. iGame. Сломан i3 8350. Это можно продать. Видеокарточка твоя 1080 от EVJ. Ну, блин, фанат говна просто, извините меня. Корпуса EVJ, видеокарта EVJ, ещё и турбиновая. Турбиновая, турбинка. Ну, наркоман как бы, что я могу сказать. При всём уважении. Турбинная видеокарта. Да у тебя корпус 300 баксов стоит. Неужели ты не мог купить корпус за 250? И 50 добавить нормальное охлаждение своей видюхи, чтобы она тебя не сгорела. Каких херам. Хотя бы двухвинтовую. Это 1080 на горячее, между прочим. А, у тебя ещё сломан охлад. Так, 8350 и охлад. Да? Правильно. 8350. Это Coffee Lake у нас. Coffee, Coffee Lake. 8350. Ну, блин, как-то 8350 брать вообще такое. 400 долларов у него есть. Может, возьмём ему 8600K? Хотя бы. Хотя бы и пятый. Система охлаждения. Система охлаждения просто такую же поставим ему, чтобы не было такого, что вдруг она хуже или лучше, или ещё что-то там. У него стояло вот так... Нет, это Threadripper. У меня есть охлаждение для Threadripper, а самого Threadripper нет. Ах, ладно. А, на под АМ4 подходят всё, я понял. Вот такая у него была. Да. Доставка в этот же день, пожалуйста, спасибо. Так, другалёк, смотри, у тебя проц новый, более мощный. Сможешь теперь вообще играть, как я не знаю, во что, если у тебя видеокарта не сгорит хера. Есть такое. Давайте я красные кобеля засуну. Так, всё работает. Сюда какие-то панели декоративные. Классная декоративная панель, просто лучше сверху. Гигантский этот гребень. Высокий бор. Так, всё, никаких вирусов вроде не было замечено. Им. И второй молодой человек сонный, нет, не сонный, бывший Ванесса. Просто шерсть. И просто планочка оперативки, которая вот сейчас прямо сейчас сюда. Опа, зашла. В смысле, кабеля не хватает? На, тебе тоже красные. Мне вообще не жалко. Красота. Есть такое. Ну всё, мы успешны. Мастер сразу понял, в чём проблема, они прям молодцы. Мастер молодец, собрал комп как надо. Оказалось, что комп можно не выкидывать. Ура, и они прям молодцы. Так, тут ждём. Комплектующие и компьютеры. EVG, 1080Ti, Kingpin. Блин, вот опять же. Kingpin'ы, конечно, были крутые. Они стрёмные. Они стрёмные. Это тот предел стрёмности видеокарты, когда она становится крутой. Знаете, это вот когда такая максимально странная машина, типа понтяка, ацтека. И она вот своей уёбичностью становится максимально крутой и забавной. ЭКВБ, короче, жидкостная система охлаждения на 1080Ti у нас доступна. Плексия и Айси Тал. Дейли Дилс. А что, я уже всё купил на Дейли Дилс? Я уже всё купил, уже всё приобрёл. Что она стоит? Где Kingpin? Вот она. Блин, ну она, конечно, да, она, конечно, прикольная. Хоть и EVJ. Просто дизайн забавный. И вроде как у неё был полностью медный радиатор. Это тоже было забавно. Ладно, дамы и господа. Напишите, что думаете про электромобили. И будем заканчивать на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте. Ссылки на которые вы найдёте в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. И увидимся в следующей серии прохождения ПК Билдинг Симулятор. И в других играх. Всех обнял. Субтитры создавал DimaTorzok